Всем привет, друзья! С вами Максим. Продолжаю прохождение GTA Liberty City Stories. Миссия называется Захват Земли. Пенлантик. Дональд Лав, ожидаю, что будет просить прощения, умоляя меня прямо на коленях. Слезы должны литься. Тони уже приготовил свой член, чтобы засунуть Дональду в рот. Очередно же вы видели. Кажется, он надолбан, немножко не брит. Я знаю, о чем ты думаешь, Тони. Как пал могущественный. Но это всего лишь временная неприятность. Хорошо. Не будь таким обидчивым. Я знаю, что я говорил всякую чушь про то, что это твоя вина. Но высокомерие хреновое качество. Такое же, как термиты в постели. И поверь мне, я недавно испробовал и то и другое. Подожди. Ты и я опять вместе. Я никогда и не уходил. Мы вместе в этом деле, Амиго. Нет, мы не вместе. Пожалуйста. 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 Забудь об этом, приятель. Это все твоя вина. 10%? 10% от чего? О, ты слишком добр. Не от этого. От кое-чего действительно большого. Давай. Я расскажу тебе об этом по дороге. Кен, есть машина. Моя в мастерской. Да. Видимо, твоя машина была продана или изъяли за долги. Обдолбанный ты наркология. Тебе нужна машина. Мне кажется, вот здесь вот стояла подходящая говновозка. Вот эта машина, чтобы перевозить, ну там я, бля, не знаю, ветеранов каких-нибудь. Отвези Дональда Лава до аэропорта. У нас нет времени. О, да. Это один из моих лучших планов. Это точно. Я никогда не... Так. Куда отвезти? О, совсем недалеко. До аэропорта. Видимо, он хочет сбежать за счет Тони. А там его ждет облава каких-нибудь гангстеров с длинными членами и не менее длинными дурами автоматов. Не, вот эта вот машина для ветеранов меня как-то не очень, знаете ли, заводит. Может быть, мне дадут здесь полетать немножко? Понятия не нужно. Тони, мой бывший наставник Эвери Кэррингтон, сегодня летит в город. Мне стало известно, что он работает на корпорацию Панлантик. Они сделают все, чтобы получить лучшую недвижимость. Я этого пидора уже где-то видел. Мы должны получить его планы по приобретению земли. Убейте Эвери Кэррингтона и заберите его планы. Да с радостью. Только мне действительно понадобилась бы другая машина. Сука, эти бортики. Нет, 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 нет. Кажется, они двигаются довольно быстро. Но я знаю, как стрелять в бок. Я справлюсь с этим. Панлантик, наверное, нанял картель для защиты... Да погоди, погоди, погоди. Куда? Он в воду упал. Мне показалось, что этот пидор упал в воду. Он не упал в воду. Вы, бля, вообще видели, что произошло? Он, нахер, за бортом оказался. Мне на секундочку показалось, что он действительно куда-то в воду упал. На самом деле он дал дёру очень быстро. Да, бля, куда он делся? Действительно, к воде куда-то отправился. Ну и куда? Сейчас эта бричка ещё и загорится. Вот это будет юмор, конечно. Мне нужно скорее его замочить. Да как? Как мне туда проникнуть? Ой, неплохо. Надеюсь, за то, что я на территории этого места нахожусь, мне ничего не сделают. Куда ж ты делся? Пидор такой! Выпал, буквально выпал из нашего замеса. Пидорас такой. Где-то там меня ждёт, видимо, стоит, долбится текстурками. Если б не он, бы здесь никогда не оказался. Я, бля, уже ненавижу эту игру. Ну-ка, сука, стой! Как мне иначе туда проникнуть? Где этот говноед? Ну? Ёбаная игра. Ёбаная игра. Вот как так-то, блядь? Как так-то, сука? Как так-то, блядь? Он реально в воду упал? Говномес. Пиздец какой-то. Ну почему? Мне кажется, только со мной такая хуйня происходит. Да, блядь, давай, сейчас возьму нахуй. Сейчас я всё возьму. Ёбаная в рот. Сука. Ну что ж, Галина Бланка. Буль-буль. Буль-буль нахуй. Охуительная игра. Пиздатненько. Во второй попытке я... Блин, ты хотел развернуться, на самом деле. Хотел на маркер таким образом стать... А, машину автоматически уже развернуло. Ничего страшного. Ммм, да, да. Мне нужно больше повреждений. Всё будет отлично. Очень жаль. Я который раз жалею, что не могу стрелять. Словно Робокоп. О, не получилось сразу? Да не вопрос. Сейчас всё сделаем. Ох ты. Есть. Убил его. Отличная работа. Дональда. Ой-ой-ой-ой. Дональда ж могут замочить. А Дональда-то могут... замочить. Смотри, 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 смотри. Нихера себе. Нихера себе. Пиздец какой-то. А я-то думал, это очень... Она и так очень простая. Сел бы я в машинку спокойно. Да поехал. Еб твою мать. Следующая попытка. Нахер эти бёдра четырёхколёсные. Для старых пердунов. Возьму что-то спортивное, модное и крутое. Блин. О, нет-нет-нет-нет-нет, опять мой братишка. Да блядь, какого хи... Нет, всё-таки в ведро. Ебать. Это же обычная миссия. Да какого чёрта я всё-всё заново и заново её дрочу? Да так не бывает вообще. Как насчёт спортивной машины? Я уже не знаю. Веру в человечество практически потерял. Пока я эту миссию переигрывал. Сейчас, сейчас всё будет. Ебать. Давай, давай, садись. Давай быстрее, погнали. В твою безопасную конуру. С клещами. И прочими тараканами до постели. Самое время свалить отсюда нахер. А так как я в спортивной машине, реально в ебаном гепарде, мне никакие черномазые чуваки-то с перевесами-то. Всё, я уже въёбнулся, чуваки. Я имел в виду перевешивающие автоматы, длинные, как письки. Всё. Классика, да, по классике. Но поскольку это сделает мне целое состояние. Но поскольку, чуваки, эту миссию я переигрывал вновь и вновь, я немножко охуел. Бывает, знаете ли, порой. Такая тема бывает. Давай-ка я прям сразу следующую миссию. Останови её. Персу. Кто такой Перса? Прям без пауз. Тони, наконец-то. Репортер видел, как мы убили Эвери. У него есть фотография. Боже, мне конец. Успокойся, где этот репортер? О, Тони, ты прелесть. Очевидно, он работал под прикрытием в церкви. Заполучи фото и похорони его. Прям как ветерана в 45-м, да? Где моя... Где моя... Где моя гонка? Мою гонку забрали. Чё-то я биту взял. Миниган, чувак. Я ещё до сих пор миниган не спр... До сих пор неопробованная сила. Так. Вообще отлично. Он на соседнем острове. Охуительно. Просто охуительно. Я... Я так люблю туда-сюда ездить на самом деле. Постоянно бы этим занимался. Дай-ка я ускорю процесс. Это невероятно. Несмотря на то, что я великий автокаратель. Каратель. Я на всё той же тачке добрался до нужного места. Так, а эммочку всё-таки возьму. И пойду этого репортера мочить. У тебя есть некоторые фотографии. Где они? Я не знаю, о чём вы говорите. Его, конечно же, нужно... Не трогайте меня. Пожалуйста, нет. На, сука. Давай, засранец. На, пидор. Хорошо, хорошо. Я дам тебе фотографии. Плёнка у меня в ящике. Идите к ящику репортера. К какому такому ящику? В пятёрочке ящику, который ты закрываешь на замочек. Ты идёшь по своим делам, оставляя рюкзак и прочие школьные принадлежности. А, его ещё и нужно брать своим пассажирам? Это ж какой у него длины объектив был? Что он, находясь со второго острова, запечатлел убийство? Видимо, игра предполагала, что мы примерно где-то до сюда доедем. Сука, как же это условно? Как же это стрёмно и странно? Ну, ящик. Давай, показывай. А, это его склад. Это его склад. Вот они, бери. Я их ещё не проявил. А мы вместе с фотоаппаратом заберём? Или... Ах ты кусок дерьма. Я не знаю, что сейчас произошло. Убей Неда Бернера. Я вообще, блин, не понимаю, что произошло. И каким образом вспышка ослепила нас. А знаете, каким? Таким, что Тони Сиприани это кусок пустоголового, мразотного бугая, который разве что и готов выполнять грязные делишки, будучи шестёркой. Вот и вся его суть. Сука. Не могу попасть, прикиньте. Прикиньте, не могу попасть. По этому старому выродку. Да сдохни, наконец. Миссия выполнена. Грязный ты ветеран. Наступлю тебе на лицо. Да какой ты там ветеран? Просто старый обмудок. Мне даже не позволили взять гоночную машину, либо чёткий мотоцикл. Нет, мне пришлось заниматься этим, будучи на мотороллере. И, кстати, Дональд Лав на данный момент это единственная из сюжетных миссий. Ох, как жопа устала сидеть на этом твёрдом стуле. Это тебе не дурацкие кресла, Дикс Рейсер. Это тебе дешёвый русский деревянный стул. Я думаю, что если я слезу свою байка невероятных размеров, мне кто-нибудь позвонит. Ну-ка. Ну давай. Ну давай, звони. Мне нужны ещё миссии. Мне нужно чувствовать себя обязанным кем-то. Ведь я просто какая-то дурацкая шестёрка, которая выполняет поручения. Выстрелы. Они меня... Ну, бля, пацаны, ну как можно отказать, а? Как можно им отказать? И это у меня звезда розыска. Тут чё, борьба за территорию? Эй, кто-то! Реально борьба за территорию? Ещё и приехала скорая, чтобы спасать. Это просто невозможно. Сука, надо сваливать отсюда. Ладно, к следующей миссии. Ах ты, я... Да, да, на самом деле, ребятки, это не первая моя попытка пройти миссию. Но поскольку она очень длинная, я не стал, знаете ли, мучить вас тем, чтобы смотреть это дело повторно. Самое-самое главное, что я усвоил за эту миссию. Здесь есть ограничение по времени. Но оно настолько неявное. Даётся понять, что окончание миссии в 10 часов вечера внутри игрового времени только в самый-самый последний момент. Только в самый последний момент тебе говорят, типа, ёу, чуваки, в 10 часов всё, приехали. Если бы тебе чуть раньше до этого сказали, я был бы, ну, мылость такой более торопливый. Верите или нет, мне не хватило меньше 10 секунд, мне не хватило до успешного завершения миссии. Вот примерно так это было. Ёбаный в рот, 10 секунд. Не, ну нахер, а. Да как так-то, блядь? Сука, сука, сука. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Вы представляете? Вот говно. Вот говно. Возможно, вы понимаете, почему я не стал неудачную попытку в этот раз ставить. Потому что обычно, обычно я вставляю неудачные попытки, они, как правило, забавные, прикольные. Или мне только самому так кажется. Но в особо длинных миссиях, как это, я не стал вставлять, ну, потому что реально жопа полная. Берешь, похищаешь, первое тело. Там два тела нужно похитить и отправить куда надо. Выключаю сразу мигалки. Эти оздоебенившие мигалки. И отправляюсь скорее в ангар. Ой, Эвери, ты так состарелся с тех пор, как мы последний раз виделись. Ты кормил меня такими перлами мудрости, и скоро я пообедаю снова. Так, из этого захолустья поскорее выбираюсь. Мой бог, он носит парик. У нас труп находится сзади в багажном или даже в трупном отделении. Ну, хотя наскоро не только трупа вывозят еще иногда чью-то бабку сразу под наркозом, на носилках, как надо. Ого, это ветеранов там возят, бывает. Прямо на кладбище. Туда ему дорога. Так, нужно выбирать маршрут правильно. Ну, как правильно? Здесь у нас на самом деле один-единственный верный. У скорой помощи высокий центр тяжести, то есть центр тяжести находится в верхней точке. Высоко. А что это значит? А это значит, что при любом удобном и неудобном случае она стремится перевернуться. Так, вот так, куда, куда, куда. Прямо, прямо едешь, и все довольны. Поменьше аварий, поменьше врезаний, и все будет классненько. Вот здесь направо, а дальше аэропорт я уже увижу. На данный момент сколько прошло времени? Хер воз... Ну, да нет, не может этого быть. Не важно, сколько прошло времени. 10 часов внутри игрового времени это финал. До этого момента я должен успеть. И никаких тебе затормозов. Никаких тебе возможных вариантов перевернуться. Нет, ничего такого не должно быть. Нужно быть очень и очень умелым водилой в игре. Великий автоугонщик истории Liberty City. Прямо под шлагбаум проезжаю в трах-бабах. Вообще мне плевать на это дело. И двигаюсь к ангару. Самолетики здесь стоят, они не более чем декорации, они не функциональны, ничего ты с ними не сделаешь. Никакого затупа ничего не должно быть. Прямо действительно резким пацаном нужно быть мудрым и быстрым. Доставь труп Неда, да все нахер, я даже заставку пролистал, забери труп Неда. Его сюда нужно привезти. А Нед находится, обратите внимание, где он на втором острове Нед находится, но благо, что он там не двигается. Там гробовозка, которая на месте стоит, ты просто подъезжаешь, садишься, такой едешь, едешь, и тут тебе оповещают. Ну, едешь, естественно, с полицией на хвосте, потом тебя оповещают, мол, а в 10 часов все, кончается. Я думаю, сейчас нет особо смысла переживать и париться. Доберусь-ка я, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну, вот как так, а, взял бесценные километры, потратил, километры пути, доберусь я до нужного места, а оттуда уже начнутся интересные мероприятия по доставке второго трупа. Ускоренно здесь пройду, ничего интересного нет, только эти загрузки, которые чуть тормозят запись видео, что у меня потом расседохран губ меня так бесит, поэтому я сейчас прерываю. Здесь можно не торопиться, думал я, когда в предыдущий раз двигался, на самом деле сейчас внутриигрового времени 7 часов, поэтому предостаточно, ой-ой-ой-ой, одного байкера сшип мотороллерного. Нет, нет, он мне вовсе не нужен. Меня и так полиция сейчас будет преследовать. Сажусь я в гробовозку и начинается отвезти тела Неда в аэропорт. Вы видели, этот бомж только что своровал, а мотороллер, который своровал изначально я. Грязный хулиган. Еще один байкер, а нехер перед моим носом крутиться и вертеться, словно ты пальчик в носике, который ни один полицейский не смеет меня преследовать. Гробик лежит в машине, а я двигаюсь в соответственно в аэропорт, чтобы закончить эту непростую мисс. Перебрался с одного острова на другой. Очень, знаете ли, болезненное мероприятие. Не увидел я, там было написано, там, по-моему, не было написано, мол, в 10 часов ангар закрывается. Представляете, как мощно я в предыдущий раз ступил, что на 2 часа внутриигрового времени у меня это больше заняло. Это был кошмар, но там я старался на ambulance car ехать уверенно и спокойно, не переворачиваясь. А сейчас никаких проблем со второго раза, но так всегда. Видите, 8 часов доезжаешь ты спок... Блин, аккуратно, аккуратно, доезжаешь ты спокойно, даже полицейские же не преследуют меня. Вот и все. Вот и выполнили нашу задачу. На самолете, естественно, никто мне не даст полетать. Какой же мне? Пилот. Я еле справляюсь с четырьмя колесами. А задание выпало на 2000 долларов и я нахожусь посреди аэропорта без... А, нет, все-таки гробовозка здесь. Вот эта бричка для старых петухов, она на месте, в наличии. У меня нет ни одной активной миссии. А это значит, что? Да, что я жду сейчас. Телефон и звоночек. Видимо, нужно немножко проехаться, Ну, так игра работает, такие примитивные, у нее дурацкие. Нужно немножечко проехаться. Вряд ли я здесь... Ой. Вряд ли я здесь что-то интересное найду. Какие-то дополнительные скрытые, прикольные штуки. Не смотря на то, что я нахожусь за ограждением, абсолютно ничего. Думаю, уже можно из машины доставать свою попочку. Где же мой телефон? Ну, я-то знаю, что это не конец миссии. Это же не конец игры, верно? До конца игры есть еще пара небольших, небольших задач, на самом деле. Пару мафиози нужно завалить. Это что, бронежилет? Это что, получается? Мне теперь не нужно отправляться на другой остров. Отлично! Может быть, есть более скоростная тачка для того, чтобы до дома доехать, скорее всего. Вот, вот он, мобильник. Он мобильник. Тони? Это Дональд. Если сделка Панлантика совершится, нам придется как бы поделикатно выразиться, очистить небольшой участок земли. Когда говоришь мы, ты имеешь в виду я, верно? О, Тони, ты меня прямо насквозь видишь. Сходи к 8-болу, уверен, у него есть нужные нам запчасти. Запчасти. Знаете, что 8-бол делают? Интегрируют в твою машинку огромную бомбу, которая может быть впоследствии взорвана, чтобы здание, танк, я, я хер знаю, что еще, погрести под собой. Вижу потрясающий трамплин. Заебочек. космический, прям-таки космический трюкач, лавкач. Я думаю, на этом можно закончить. Миссии с Дональдом на данный момент завершены. Хоть он и отправил меня в 8-бол, нет, абсолютно ни о чем не говорит. Дополнительных звонков, я полагаю, не последует, но это же можно проверить, всегда встав со своего мотоцикла. телефонный вызов отсутствует. А значит, можно прощаться, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Максим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok